В стенах Свято-Симеоновского кафедрального собора Челябинска состоялось знаковое для всей епархии событие. Впускники первых в истории города курсов-катехизаторов получили долгожданное свидетельство об окончании обучения. Соколову Андрею! Соколову Николаю! Обладатели этого документа имеют право осуществлять просветительскую деятельность среди прихожан своего храма и, что самое главное, проводить огласительные беседы перед Таинством Крещения. А вот главное, что ли, дух какой-то донести до людей, дух веры. То есть, не знаю даже, это вот от катехизаторов зависит очень многое. Даже не столько, что он будет говорить, сколько как. То есть, понять, что там надо каких-то заходиться в экстаз, приходиться, а мы других переводить. Ну, что должны люди просто посмотреть на человека и вот увидеть, что Бог есть. Свидетельство об окончании обучения получили 40 челябинских катехизаторов. Курсы начались в октябре 2011 года и длились чуть больше двух месяцев. Лекции слушателям читали как преподаватели светских вузов, так и священнослужители челябинской епархии, имеющие богатый пастырский и педагогический опыт. Будущим катехизаторам рассказали об основах догматического богословия, познакомили с особенностями церковного богослужения, поведали об истории книг священного писания и подхода к их толкованию, дали представление об основах православной аскетики и о многом другом. Вот в том приходе, который действительно живет христианской жизнью, где уже давно есть негласные катехизаторы, негласные помощники, священнику намного проще, потому что один в поле не воин. Даже если у тебя семь пятей во лбу, и ты очень умный священник, безусловно, без прихожан ты ничего не сделаешь. Вообще священник, и он неотделим от церкви, от коллектива. Поэтому в нормальных приходах священник один ничего не делает. Стоит отметить, что на каждого катехизатора возлагается еще одна важная общественная задача. Патриарх московский всеяруси Кирилл уделяет особое внимание введению в учебную программу общеобразовательных школ России нового курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Челябинские специалисты и катехизаторы вместе со священниками готовы провести консультации для учителей, директоров тех школ, в которых дети и их родители выбрали из шести предложенных модулей именно «Основы православной культуры». И если это будет необходимо, помочь в организации таких уроков. Более того, очень многие катехизаторы у нас закончили курсы повышения квалификации Московской Духовной Академии имеют свидетельство об окончании этих курсов, сами имеют кроме этого дипломы о высшем светском образовании и безусловно на них мы будем опираться в нашем продвижении в школах города «Основы православной культуры». От церемонии вручения свидетелю стало также известно, что катехизаторский корпус Челябинской епархии и в дальнейшем будет пополняться новыми кадрами. А проведение обучающих курсов при просветительском центре Свято-Троицкого храма вскоре станет доброй традицией.